Всем огромнейший привет! И сегодня мы посмотрим достаточно интересную тематическую колоду Ленорман. Называется она Рождественская Ленорман. Не так давно мое сердце покорило Ленорман западного издателя. Она также приурочена к теме Нового года, к теме Рождества. Возможно, я ее закажу. А пока мы посмотрим, какую же потрясающую рождественскую колоду сделал отечественный российский автор. Очень интереснейшая колода в стиле ретро-картинок. В этом что-то есть действительно потрясающее. То, что относит нас к прошлому, когда мы были маленькими, когда были малы наши бабушки, дедушки. Есть в этом что-то волшебное. Итак, давайте вместе начинать. Уверена, такая колода украсит коллекцию любого Ленорманиста, любого Тароманьяка, любого коллекционера карт. Итак, первая карта-всадник. Вот такой вот ребенок на своей лошадке игровой катается перед нарядно украшенной елкой. Чем интересна эта колода, что здесь не совсем белые карты, да, как вот белый лист бумаги, а вот такой нежный, бежеватый эффект состаренных карт. И также мне нравится эта колода тем, что здесь есть игральная масть и номер. Потому что номер и игральная масть есть далеко не в всех колодах Ленорман. И вот такая потрясающая рубашка, которая сразу же создает настроение праздника, настроение Рождества, запах мандарин, запах ели, бой курантов. Это все, что так приятно и мило нашему сердцу. Вторая карта-клевер выглядит вот так. Здесь маленькие дети сидят, спрятались. Как по мне, шампанское здесь не очень в тему, если уж говорить о маленьких детях. Но вполне возможно, что это феи, эльфы, что-то вот такое. Ну и шампанское как маленькая радость, да, вот что-то такое. И мне эта карта все равно напоминает двойку кубков, да. А если брать Таро, если бы я не знала, что это Ленорман, я бы эту карту назвала картой Солнца. Все-таки такие перекрестные отсылки к Таро здесь тоже встречаются. Следующая карта, которую мы посмотрим, это корабль. Здесь Санта готовит, ну Дед Мороз в нашем случае подарки, носки. И тоже интересно, потому что здесь отсылка к колеснице, к тому, что Дед Мороз обязательно прибудет. И все свои подарки обязательно получат в срок. Следующая карта, четвертая, это уже Дед Мороз добрался. Уже он у вас в гостях. И уже он вас порадовал заслуженными подарками. Тех, кто хорошо себя вел весь год. Очень интересно, дом полная чаша, мешок полный подарков, прибыль. Интересная карта, хотя обычно у меня Ленорман дом всегда некоторая отгороженность, некоторая отчужденность, вот такая интровертность. А тут же наоборот дом, который открыт, где тебя ждут, где тебе рады. Следующая карта, это Дерево. Ну, мы видим здесь саму нарядно украшенную ель. Самое зимнее, самое новогоднее дерево. Да, это ель и сосна. Огромнейший подарок. И маленький ангел, который скучает и охраняет тепло, мир и другие благости вашего дома. Далее у нас идут вот такие тучи, облака. И мы сами видим, кто находится на облаках, кто молится за нас, за наши души, кто защищает, кто оберегает. Вот такие вот ангелы. Кстати, карта тучи действительно иногда проигрывается, как помощь того, кто уже живет на облаке, того, кого нет рядом с вами. Там, конечно, есть разные сочетания, когда вот именно вот так играется. Но, тем не менее, такое значение действительно существует. И это очень здорово, что именно вот так незаезженно, незанудно нарисовали автор эту карту. Следующая карта – это змея. И мы видим здесь вот такую змею, которая по канату ползет. Мы видим здесь выступление эльфа, я так понимаю. Ну, необычно, да. И змея, получается, мешает пройти опасный путь. И при этом здесь Happy New Year. Конечно, учитывая то, что колода выпущена, рождественский оракул здесь, как бы не хотелось бы Happy New Year, чтобы это было все-таки больше аутентичной колодой. Но, тем не менее, здесь вот такая вот идет некоторый микс. То есть и Санта, и Дед Мороз с носками. Потому что вот эти вот носки длинные – это больше отсылка к западному, к Санта-Клаусу. То есть к Святому Николаю, но не Деду Морозу. Вот эта идея вся с носками – это больше Санта-Клаусная штука. Дальше. А тут у нас все и Санта-Клаус, и Дед Мороз. Следующий гроб. Гроб у нас здесь – это такой большущий ларец, в котором есть куча подарков. Может быть, какие-то подарки, которые притаились еще с прошлого года, не разданные деткам, но, тем не менее, как ларец, да, вот выглядит. Тоже интересная идея. Но, конечно, траурности, негативности здесь эта карта лишена, да. То есть змея не лишена. Змея здесь действительно мешает ребенку пройти, да. Я вам еще раз ее покажу, кто не был внимательный или, может быть, строгал салаты, не видел, да. Сегодня просто салат строгала, поэтому у меня такая ассоциация, когда что-то слушаешь, да, на YouTube и не видишь, вот. А ларец тут, гроб очень даже такой позитивный получился. Смотрим дальше. Девяточка, букет. Ну, вот все хорошо. Ну, вот эти вот часы меня, они, безусловно, отвлекают, потому что часы – это время. Я бы часы сюда не ставила. Но здесь букет. И плюс вот эти цветы, они издалека похожи на лилии. Да, красиво, да, стильно. Но букет я бы делала обязательно бы какие-то разноплановые цветы, потому что букет – это составные цветы разные. И полевые, и более такие садовые. Ну, вот тут один тип цветов. Ну, вот такие нюансы мои, да, моя придирчивость. Смотрим. Косу десятка вот такая вот. Напишите все, что вы думаете об этой карте. Для меня она некую опасность стоит. И вот я единственное могу сказать, что вот вся наша жизнь, да, то есть вот начало, ребенок маленький такой появляется, радостный, счастливый, и конец, да. Ну, и в конце, собственно, жизнь обрывается. Вот коса здесь действительно негативно прорисовано все очень. Ну, мне неприятно эта карта, да. Хотя я понимаю, что все имеет начало, все имеет конец, безусловно. Одиннадцатая метла, вот такая с снеговиком, мне очень нравится. Она позитивная, она теплая, на нее хочется смотреть и любоваться. Двенадцатый пара сов или пара филинов. Я в орнитологии не сильно, можете меня поправить. Просто прекрасно, просто потрясающе. Эти цилиндры доставляют особое удовольствие. Совы не производят впечатления страха, депрессии, нервозности. Больше проигрываться, мне кажется, могут просто как общение, да. Вот когда карта птицы заменяет карту сов. Более лайтовое значение, но мне тоже очень нравится. Тринадцатый, вот такой ребенок с удачей, с подковой. Очень мило. Вот уровень няшности зашкаливает. Это очень приятно. Единственное такое ощущение, что это ребенок эльфа. Он живет где-то на дереве. Плюс какие-то березовые почки. Плюс здесь сама подкова вот так вот привязана к дереву. Все эти нюансы, этот символизм можно и нужно разбирать и разбирать. И почки, и перевязанности. И это может, например, быть работа с наузами. Это может быть новые виды магии, новое начинание. Все что угодно новое. Это может быть везение, удача. И много-много-много-много еще и всего. Так что мне нравится. Смотрим дальше. Дальше. Медведь вот такой цирковой. Просто потрясающий. Мне тоже очень нравится. Тоже вот ощущение праздника. Вот такие вот, давайте посмотрим, звезды. Тоже ангелы, но они уже, получается, спустились на землю. Тоже отсылка к ангелам, к посланникам Божьим. Вот что-то в этом тоже есть интересное. Аист. Аист, который доставил дитя. Ну, здесь интересно. А вот этот точно мужчина, точно вот отшельник, да, с карты Тару. Правда, вот есть что-то в этом общее. Но, кстати, звезды очень похожи на карту Умеренность. Правда? А вот медведя я бы взяла бы на карту Сила, например. Почему бы и нет? Можно было бы взять. Так, сложу их по порядку, а тут запутаю сейчас все. Собака вот такая. Тоже мне нравится. Настроение вот тем, что вот хвойная ветка, да, и сразу вот передается. Далее башня. Получается такая вот, ну, здесь вот нас называют ратуша, да. То есть такая башня, с которой играют музыканты наверху. И действительно есть вот такие здания, в которых каждый час, каждые полчаса, в какое-то время играют музыканты, да. Создают настроение. Это действительно такое существует и по сей день. Нравится мне. Дальше сад, двадцатый, вот такой номер. Вот так выглядит карта. Здесь катание на санях. Двадцать первая гора. Вот такая вот ледяная гора. Ангел пытается заступиться. Я считаю, что это все-таки ангел. И там, получается, ледяная гора вот схватил девочку. Опасность какая-то, да. Тоже очень необычно. Двадцатый номер. Развилка. Куда идти? Направо пойдешь, налево пойдешь и так далее. То есть классическая тема. Куда подарки нести? Куда праздничный венок нести? Дальше. Крысы вот такие. Двадцать третий номер. Праздничные мышки, крыски, которые не едят свечки, а зажигают. Потрясающе просто. Двадцать четыре. Сердце. Ребенок дарит свое сердце. Тоже потрясающе. Двадцать пять. Вот такие вот детки в клетке, в колечке сидят. Обнимашки, целовашки. Двадцать шестая книга. Вот такая. Двадцать седьмая праздничная письмо Деду Морозу, да. Мы видим. Двадцать восемь. Мужчина с шампанским, если я не ошибаюсь. Здесь лето у меня уже идут свои какие-то ассоциации. Двадцать девятая барышня. В муфте у нее руки. Все. Чинно, благородно. Потрясающе. Лилии. Тоже с ангелом. Тут много ангелов, на ней не напрягают. Вот здесь такая карта Солнце. Далее тридцать два луна. Вот такая вот. Почему они поют луну шампанским? Для меня это странно, но у кого есть какие версии, пожалуйста, напишите. Ключ вот такой вот рождественский. Мне очень нравится. Рыбы в аквариуме. Ребенок на них смотрит. Еще и собачка тут маленькая есть. Тоже нравится. Рыбки тут золотые, то есть точно могут исполнять желание. И что у нас остается? Вот такой вот нарядно украшенный якорь. И карта Крест на шее у девочки. Девочка вся вот в черном. Видимо, некое переживание, некая траурность, некая скорбь. На этой карте все-таки для меня некая строгость присутствует. Вот такая колода, вот такой рождественский орафл Марии Ленорман. Да, это импровизация на тему. Да, это не классическая Ленорман. И, конечно, неизвестно, насколько она будет вот по нраву вам, мои дорогие зрители. Но не показать, не поделиться я не могла. Надеюсь, видео вам понравилось. Комментарии вы свои напишите. Обязательно поделитесь своим впечатлением от увиденного. Ой, да что ж я зацепилась за гирлянду. Впечатлением от увиденного. Поделитесь. Расскажите, нравятся ли вам такие тематические колоды. Хотите ли вы продолжение таких видео, обзоров, которых уже сто лет не было на канале. Не потому что нет чего обзорить, не потому что нет кого-то, потому что я ленивая жопа, потому что я делала другие абсолютно видео. Но если будет много просмотров, лайков, комментариев, я непременно сделаю много интересных, надеюсь, для вас и полезных, видеообзоров по распаковкам, по обзорам Картеру, Оракулов и Ленорман. На этом будем прощаться. С вами была я, ваша Олитка-гадалка. Надеюсь, вам было интересно. Пишите комментарии, пишите, какая карта в этом Оракуле понравилась больше всего и меньше всего. И что вы думаете вообще о таких тематических Ленорман. Всем хорошего настроения, всем приятного декабря. Увидимся очень скоро. Всех целую, всех люблю, всем пока.